Сейчас, братья и сестры, мы с вами совершили достаточно тяжелое, долгое, и оно никогда не бывает четким, богослужением Великой Пятницы, в Уфе, в течение 12 ст. евангела. Почему оно так тяжело? И тяжело для любого человека, потому что это является нашим с вами состраданием распятием на крестном дрессе. Поверьте, что на кресте было намного тяжелее кресту, когда с него постепенно стекала кровь, и он умирал в тяжелой боли за человеческий род. Я не думаю, что три часа в храме постоять, это то же самое. Согласитесь, намного легче. Просто надо правильное делать сравнение и сопоставление, тогда и жизнь наша будет намного легче казаться, чем мы себе ее представляем. И вот сегодня, братья и сестры, мы с вами не просто помолились, но знак этой молитвы мы с вами несем с собой. Это благодатный огонь страстных диван. Как правильно делается, вы видите, берется вот такая большая свеча. Почему большая? Потому что она должна сохраняться. Не потому что попы и хитрецы выжимают последние деньги из нищих прихожан. Объясняю для тупых. Знаете, в советское время было такое заведение? СГПТУ. Простите, ГПТУ, да? И СПТУ. Да, прошу пробовать. ГПТУ, помоги тупому учиться. ГПТУ, Господи, помоги тупому учиться. Вот это для тупых. Объясняю. Кто заканчивал ПТУ? Кто не заканчивал, значит не делась. Свеча большая. Почему она должна остаться в руках? Потому что она опарена благодатным огнем, который необходимо принести в свои жилища. Но условия жизни таковы, что вы не донесетесь. Поэтому человек более-менее соображающий покупает вот такую лампаду и переносит огонь, правильно, со свечи сюда. Вероятность того, что вы принесете равна 100%. Дома мы с вами этот благодатный огнем огонь обратно с этой лампады зажигаем на свечу, с которой мы с вами стояли. Затем зажигаем святую лампаду от этого огня. А этот фонарик оставляем еще на 10 лет, когда его хватит. Убираем. Эта свеча, что она делает? Во-первых, огонь, который мы с вами понесем, он обладает колоссальной духовной силой против всякой нечистой силы. Всегда косяки, которые у нас есть, вот человек в ход в жилище, наверху есть косяк. Как правило, делается трафарет либо из металла, либо из того, что не горит, или маленького кристалля. Не надо делать 10 на 10 и поражать воображение людей, своим боговодством. Берете маленький трафарет, чтобы не было заметно. И вот тогда этой свечой делаете крестное знамение. И у вас остается маленькое крестное знамение, опаленное благодатным огнем. Поверьте, никакая нечистая сила не перейдет. Затем, огонь, который на лампаде, он хранится максимально долго, пока вы его не задуете. После поставленного веселья. А свеча, возвращаемся, вложенным деньгам в эту свечу, да? Она у вас остается в течение всего года, а может быть всей жизни. Для чего? Вот надо сразу же ПТУ вспоминать, да? Потому что у каждого человека бывают моменты в жизни, когда он понимает, что он на грани. Либо потери работы, либо сумасшествия, либо раскол от семьи, либо других вещей. И мы понимаем, что помощи сдать неоткуда. Вот тогда берется эта свеча. Ставится в передний угол к иконам. Зажигается. И у ней молятся при помощи этой свечи у икон святых. И Господь помогает в разрешении ваших неразрешимых проблем. Понятно? Вот смысл этой свечи. Вот смысл этого благодатного огня. А сейчас сопоставьте стоимость этой несчастной свечи. И проблемы, которые, возможно, не дай бог, возникают в жизни. И если решается эта невообразимая проблема, то можно ли сопоставлять одно с другим? По-моему, нет. Вот поэтому зря у нас с вами уничтожили систему профессионального технического образования. Поэтому, братья и сестры, я популярно объяснил в Пашару, что делать. Несите благодатный огонь к себе домой. Правильно его используйте. И нечистая сила ничего вам сделать не сумеет. Завтра, братья и сестры, день строгого масла, Великая Пятница. И православные христиане исключаются больные, парализованная, сахарный диабет и все остальное. Младенцы, кормящие матери, они, конечно, пост ослабляют. Но нормальный, адекватный человек до выноса плащаницы. А у нас богослужение выноса будет в 14.00, то есть мы изнесем плащаницы в 15.00. Вообще нормальные люди, которые могут находиться в храме на выносе. Те, кто работает, находятся на работе, но никто до этого времени ничего не ест и старое страшное не пьет. Неисты нет проблем. А вот не пить сложно, ладно. Но ради распятия на креске, вы знаете, Господу воды не давали. Мы с вами все постимся, а после пьем воду и сухоедение, то есть хлебушек, овощи, фрукты, ничего вареное завтра не употребляется еще. Какой завтра строгий коз? У нас завтра с утра будут читаться царские часы, будьте внимательны, поскольку там еще какое-то отпитие у нас намечается. Поэтому не в 10 утра будут читаться царские часы, а отец Владимир будет совершать в 9 часов 30 минут для тех, у кого есть силы. Но главное завтра приходите на вынос плащаницы и начин погребения. А суббота у нас с вами великая совмещается с праздником еще Благодещением и Святой Богородицы. Милости просим провести оставшиеся безнадежные припадки в Парске и Морисе. Спасибо.